Я очень рад находиться в ваших стенах, в одном из самых возрастных вузов нашего региона, с прославленной историей, но и с высокими успехами, которые действительно созидали выпускники вашего вуза. У нас взаимодействие с администрацией, вот это вот основная часть, как сказать, у нас есть отдельные выходы на отдельных людей в администрации, но как и такового инструмента или механизма, как мы можем донести свою инициативу до вас, до администрации, я не знаю, и я думаю, что я буду за всех сейчас. Услышал. Спасибо, Антон Андрей. Значит, здесь давайте тогда создавать совет молодежи при администрации города, при области, чтобы был диалог. Я себе это пометил и, наверное, пойдем таким путем, выстроим хотя бы механизм взаимодействия на первом этапе, где вам могли донести, то есть нужна площадка для диалога с властями. Два вопроса. Первый вопрос. Какие, на ваш взгляд, перспективные направления бизнеса в наше время? И второй вопрос. Будет ли в будущем поддержка малого бизнеса или поддержка бизнеса студентов? Будет ли это поощряться, помогать? Что, что касается поддержки бизнеса, она сегодня есть, но незначительная. Там порядка 100 миллионов мы даем на субсидирование инфраструктурных вещей по приобретению оборудования. Там часть на запуск новых предприятий и часть на компенсацию процентов по кредиту. Она, как таковая, есть. Можно смотреть на сайте нашего правительства Минэкономики. Если говорить чисто как бы под студенческие проекты, ну, мне кажется, было бы лучше работать с научными центрами вуза, где вы в этой системе будете уже сами принимать участие. Как я уже сказал, есть 44-й федеральный закон. И то, что касается перспектив. Ну, перспективность, считаю, в нашем городе их много. Начиная с IT-сферы, потому что просто вот непаханное поле. Начиная даже вот с вопросов муниципального государственного управления. Плюс, IT-сфера сегодня нуждается на любом оборонном предприятии, нуждается на любом нефтехимическом предприятии. Поэтому IT-сфера будет работать. Следующее. Логистика. Мы никуда не уйдем. При наличии сельхозпроизводителя, логистика, нефтехимия здесь. Вот это будет развиваться. Дальше транспортное составляющее. Дальше дорожное строительство. К примеру, могу сказать, у нас с вами в области 64% всех дорог региональных и муниципальных находятся в ненадлежащем состоянии. Все это десятки миллиардов рублей. Мы вот сейчас с президентом достигли, ну как бы договорились, он поддержал нашу область. На 6 лет выделят дополнительно 18 миллиардов рублей на дорожное строительство. По 3 миллиарда плюсом в год существующего бюджета 7,5 миллиардов дорожного фонда. Ну и начиная, давайте говорить честно, со сферы услуг. Сегодня с тех же ресторанов, кафе, развлекательных заведений даже для детишек, которым некуда сегодня пойти, там младшего возраста. Вот оно, непаханное поле. Хотелось бы узнать, будет ли решаться вопрос о помощи здравоустройствам. Молодым квалифицированным студентам получается две стажа, потому что нас нигде не берут без опыта работы и вам нужно где-то получить. Значит, здесь суть какая. Мы на правительство планируем создать дежурно-перспективные профессии. У нас существует проблема, что наши предприятия, не все, ну вообще работают 4 предприятия, кто напрямую работает с лузами, заранее ведет студентов, нам нужно расширять эту линейку участников. Потому что потребность у них есть в квалифицированных кадрах. Они не знают, едут в Томск за студентами, понимаете, при этом они есть у нас. Поэтому мы хотим открыть такую областную биржу перспективных профессий, начать диалог хотя бы со своими предприятиями, а потом уже подтягивать предприятия со всеми регионами. Поэтому будем здесь так. Я желаю вам всем, молодым людям, успехов, веры в себя и в нашу Омскую область. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok